Хорошая физическая подготовка, координация и, конечно же, чувство ритма. Такими качествами должен обладать человек, чтобы освоить традиционно мужскую профессию звонаря. Доказать, что работа на колокольне под силу и женщинам удалось единственной девушке-звонарю в Хабаровской епархии. Подробности в репортаже Анастасии Привецкой. После субботней службы в Христорождественском соборе раздается звон колоколов. Местные прихожане уже знают. Это играет звонарь Ольга Кудряшова. Каждый раз звучит новая мелодия. Самые маленькие создают трель, как бубенцы. Колокола покрупнее наигрывают мотив, а самые массивные задают ритм. Всеми надо управлять одновременно. Еще и уметь импровизировать. Для игры на колоколах специальных нот не существует. Я когда звоню в колокола, я использую различные приемы и слышу, что вот здесь мне надо замедлить, здесь надо ускорить, здесь надо потише, погромче, а вот здесь надо резко оборвать и как бы заново мелодию начать. То есть вот это чувство, все-таки, ну, звонарь на искусство, конечно, это призвание. Ольга – единственная девушка-звонарь Хабаровской епархии. Впервые на колокольне она оказалась еще школьницей. Тогда ученикам воскресной школы разрешили побывать на звоннице одного из храмов города. С тех пор Ольга прошла теоретические курсы и уже 14 лет работает звонарем. Однажды ей удалось даже поиграть на колоколах храма Христа Спасителя в Москве. Исторически так сложилось, что звонарями в России были в основном мужчины. Но со временем в этом деле не стало гендерного разделения. Во многих городах России на колокольне работают именно женщины. Считается, что играют они более мелодично, в отличие от мужчин. Однако для такой работы нужна серьезная физическая подготовка. Вес колоколов, вес языков – это очень большая физическая нагрузка. Эта нагрузка именно на слух, нужна координация. Сегодня Ольгу Кудряшову можно увидеть не только на звоннице в храмах, но и на различных городских мероприятиях. Уже 9 лет она звонит в колокола на международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны» в военных парадах. Также Ольга преподает курсы звонарного искусства в Хабаровской епархии. Своё будущее она связывает с обучением юных звонарей. Анастасия Привецкая, Виктор Казаров, телеканал «Губерния». Анастасия Привецкая, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».